МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь, внимание! Психиатры утверждают, именно больные шизофрении склонны к выполнению задач неординарными способами. А мы-то удивляемся, что в стране происходит, что они там наверху творят, что творят. Выполняют задачи неординарными способами. Процентными ставками, вопреки здравому смыслу, балуются, свинину жгут, пармезан к ландшафтам ровняют, по персикам на катках катаются. Страна в шоке. Проектство в азарте. Чем еще такого забубинить? Неординарные люди. На прошлой неделе Минпромторг предложил расширить список медицинских изделий и оборудование, запрещенного к ввозу в Россию. В частности, предлагается запретить к ввозу презервативы, костыли, антисептики и почти весь перевязочный материал. Дефибрилляторы, рентгеновские аппараты, протезы сердечных клапанов, аппараты ингаляционного наркоза, аппараты искусственной вентиляции легких и тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Минпромторг у нас вздумал подключиться к оптимизации здравоохранения. А что делать диабетикам без тест-полосок, сердечникам без протеза клапана? Добавьте сюда импортозамещение лекарственных средств. У нас и так смертность растет, как шизофрения. Может, пора уже всем накрыться простыней на кладбище? Ей-богу, какое-то целенаправленное вредительство. А государственные мужи еще и ерничают. Помощник главы правительства Геннадия Онищенко заявил, что предложение Минпромторга не угрожает здоровью населения, а грядущий дефицит резиновых изделий только улучшит демографию. Распространение ВИЧ-инфекции, гепатита В, венерических заболеваний для Онищенко не является угрозой. По-моему, нас просто истребляют. В подтверждение, уже на этой неделе еще одна правительственная инициатива. Премьер-министр Медведев поручил профильным министерствам проработать вопрос о возможном введении ограничения на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. Оказывается, бродит по России африканская чума свиньи и бороться с ней возможно только путем раскулачивания. А когда запрещали ввоз импортного мяса, про чем не догадывались? А о том, что для жителей обнищавших российских деревень скот единственное подспорье, наверное, никогда и не слышали. Такими темпами правительству скоро удастся существенно сократить поголовье россиян. Ведь за раскулачиванием всегда следует голод. Кстати, о погоде. Погода неустойчивая, как психика сильных мира сего. Впереди осеннее обострение и, соответственно, масса новых шизоидных инициатив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова